1 июня в день защиты детей волонтеры церкви Сход посетили детский социальный центр. Цель визита поздравить ребят с праздником и подарить особое внимание, в котором они так нуждаются. Ведь растут малыши в неблагополучных семьях и испытывают дефицит положительных эмоций и любви. Где нет доброты, там существует зло. Для того, чтобы было меньше зла, надо принести больше добра. И наша защита – это заполнить сердце ребенка добром. Международный день детей – один из самых давних праздников. Решение о его проведении было утверждено в 1949 году в Париже. Международная Демократической Федерации Женщин. С тех пор праздник проводится ежегодно. Вот и служители церкви Сход в этот день не остались равнодушными. Для ребят были организованы конкурсы, игры и развлечения. Каждый ребенок получил внимание и заботу. Счастливые детские глаза и улыбки дороже тысячи слов. Конечно же, им это все очень нравится, запоминается. Они учатся контактировать, лучше общаться со своими сверстниками, больше взаимодействовать, не обижать, помогать младшим, слушать старших. Мне понравилось, что я надувал шары, потом что лопали шары, а потом на скакалках прыгали. Главное помнить, что День защиты детей – это не только веселый праздник, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли счастливыми, окруженными заботой и любовью, а в будущем стали замечательными родителями и достойными гражданами своей страны. В Новосибирске прошло беспрецедентное событие. Служители церкви «Исход» открыли магазин. Вот только купить-то можно любой товар не за деньги, а всего лишь за улыбку. И, конечно, этот магазин направлен на социально необеспеченных людей, социально, ну, у кого нет денег, у кого есть нужда на такой слой общества, который не защищен на данный момент в нашем обществе, в нашем городе, в нашей стране. Помимо бесплатных покупок, все желающие могли воспользоваться услугами парикмахеров. Профессионалы своего дела нашли подход к каждому клиенту и помогли подобрать модную прическу. А после, конечно же, чаепитие. За столом разговоры по душам и, самое главное, молитва покаяния. Ну и вообще суть этой акции – именно примирить и показать людям Христа. Потому что люди, которые не веруют, для них, правда, это очень шок, очень большой шок, когда просто так им дают бесплатно какие-то вещи. Весь скептицизм присутствующих уходил сразу после пары примерок. Видя доброе и искреннее отношение продавцов, самые недоверчивые покупатели меняли свое мнение. Очень понравилось, очень были благодарные, очень были человечные, очень были привитливые. Так встретили нас, очень хорошо. Магазин «Улыбка за покупку» открывает свои двери раз в год. Но покупатели уже пообещали прийти снова и привезти знакомых. В гримерке для конкурсантов довольно шумно. Парикмахеры закручивают последние локоны участникам, ведущие дописывают сценарный план. Вот и подошел к концу подготовительный этап конкурса «Ты особенный». Наставники две недели готовили ребят к выступлению. Это хореография, актерское мастерство и, конечно же, вокал. Все вот настолько яркие, каждый прям индивидуален, такая яркая личность. Но с ними было классно работать. Ну, конечно же, было нелегко. Был очень кропотливый процесс. Ну, и этот день настал, когда мы будем сегодня показывать все наши труды и усилия, которые мы прикладывали. Кого только не перепели участники проекта «Елку». Николая Носкова «Есть приятные обстоятельства». И даже желтые ботинки Жанны Агузаровой. Некоторые выступления сопровождались танцевальной поддержкой. Но, к сожалению, номинаций было только четыре. Перед жюри встал нелегкий вопрос выбора. Без дыхания, вот это все. А этот сразу, раз, как лампочка. Убился, все, и попел. Жюри предпочло отдать первое место Елизавете Владимирской, которая перепела песню Ольги Кормухиной «Путь». Несмотря на то, что конкурсантке всего лишь 15 лет, она смогла передать все чувства, заложенные в это произведение, чем, собственно, и завоевала сердца судей. Ты так шлюпил в небеса. Ты вдруг услышишь голоса. Второе место досталось гостю из Барнаула Владиславу Наймушину. Третье – Сергею Дрыге. Ой, когда я стою на краю, нет страха, я полон тобой. А приз зрительских симпатий достался Анне Масаловой. Обернись мне, не вставь без твоей руки, не услышай пиение сердца. Но из-за того, что талантливых участников было слишком много, жюри учредила еще одну номинацию – «Перспектива года». Приз получила Юлия Голынская за песню «Помолимся за родителей». Сегодня какая-то невероятная энергия, и там судить нам было в нашей комнате очень сложно. Я бы еще отметила очень многих, но понятно, что вместо три ничего с этим не поделось, к сожалению. Победители конкурса ждут призы. Это месяц обучения вокальному мастерству, фотосессия и съемка видеоклипа. Но, по словам организаторов, это не все. Это перспектива, это их развитие. Мы делаем множество проектов, мы творческие люди. И у нас в жюри сегодня находились люди, которые имеют влияние в этом городе, имеют статусы в этом городе. И если, может, кто-то их заметит, то наши конкурсанты, они могут иметь творческое будущее. Второй сезон проекта начнется в январе. Организаторы уже начали подготовку и обещают, что новое шоу будет масштабнее и грандиознее. У нас на этот проект большие грандиозные планы. У него будет большое будущее. Мы выведем его, я думаю, на более серьезный качественный уровень. Это были лишь первые. Уважаемые братья и сестры, просим вас поставить свои мобильные устройства на беззвучный режим. И до окончания богослужения не покидать зал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова